игорь николаевич и вас сердечно приветствую школы человек будущего все пишут все пишут как там игорь николаевич как там игорь николаевич и все хотят чтобы я обязательно вас всех тех которые еще с вами с вами не связаны и не в контакте чтобы дал ваш телефон но я же не могу дать без вашего разрешения ради бога какие проблемы можно давать но хорошо но много-много пишут много пишут много хотят много хотят контакта все о вас беспокоиться удалось ли вам эту бюрократию пробить пока не знаю до конца вроде значит обещали финансирование но вот со дня на день ждем конкретного подтверждения этого факта потому что встреча должна была состояться сегодня вот сожалению перенесли там кто-то заболел на счет как обычно в режиме ожидания но на сей раз не абстрактного вроде конкретного потому что если финансирование начнется работу которая радикально поменяет ситуацию в мире это предусмотрена схемой развития человек потому что сегодня те современные технологии сами уже видите чему они ведут в европе во франции начались массовые протесты и это только начало года потому что солярия тракторов нет въезда в париж закрыты германии тоже вопрос состоит опять уже подписание соглашение с украины о транзите газа в восточную европу но все должно идти в восточном направлении китай в основном поэтому я уж тридцать лет говорю что первые будут отключаться европа а как из этого люди будут выходить это зависит от них значительной степени решение проблема я вот тридцать лет предлагаю но к сожалению пока меня не очень слышно ну игорь николаевич вы же профессор известный всемирный почему они так реагируют ну я же в миллионы раз говорил потому что обнуляются соединенные штаты то есть власть денег то есть мы обнуляем иудейское наследие правление иудейского наследия сегодня нами правят иудеи это не хорошо не плохо но их время завершается и в истории мироздания специально предусмотрен такой режим переход наиболее эффективность помощи иудейского дефицита а новые источники энергии автоматически ликвидируют алитарность поэтому иудеи упираются все тут хитро или непонятные средства сидят в замке а завтра им надо будет метлой подметать улицы не хочется но альтернатива как они сами в давосе заявили уничтожение 4 миллиардов человек я всех спрашиваю вы за что 4 миллиарда человек уничтожают или иудеев заставить подметать улицы простой вопрос ничего сложного вы имеете ввиду первичность денег по отношению к духовному состоянию да не к духовному духовное состояние это бессмысленная формулировка потому что вы кого не спросите все они уже ужасно духовные только неизвестно чем пахнут на самом деле нам задавать вопрос как это написано в фундаментальных документах либо царь небесный либо царь земной то есть либо радум это царь небесный либо деньги это власть земной вот все духовность патриотизм эти термины надо вытянуть за ненадобность потому что все куда не придете везде втриоты мне тут одна тетка написала больше готовят вступить в войну на стороне украины мы должны бороться мы должны молить бога чтобы он против поляков дал нам ресурс чтобы мы боролись я говорю ну поляки говорят что они тоже христиане они молятся чтобы им дали ресурсы и как богу быть поэтому надо не об этом молиться абстрактно надо молиться конкретно чтобы убрали вот эту иудейскую элитарность вот все тогда и у поляков будет все нормально и у нас будет нормально и зачем деление на государство и все такое по одной простой причине богатые хотят иметь под собой как можно больше кусок все войны с этой целью проводились а людям зачем воевать я раньше по советскому союзу ездил везде абсолютно были друзья и никогда такой вопрос между обычными людьми не стоит стоит вопрос сколько тот или иной элитарий под себя подгребет из-за этого воюют а нормальные люди никто не воюют зачем это надо игорь николаевич а вот нам простым людям что нужно сделать чтобы вам помочь требовать чтобы начались работы по нашей энергетике писать везде письма и требовать почему почему работы по по термояду которая называлась термоядом уже для себя более семидесяти лет при диком финансировании в ответе ноль и продолжать туда деньги гнать сейчас вот реакторы на быстрых нейтронах расхваливаются везде в интернете вот россия имеет построила первой в мире спустя 70 лет реактор на быстрых нейтронах мы передовые мы впереди всех я говорю но построить такой реактор в иране вам разрешат и все хотят энергию а там выделяется плутони в чистом виде это сразу ядерный терроризм ну хоть одну из вильну кроме той что внизу в мозгах надо иметь поэтому люди должны требовать новой энергетики которая абсолютно чистая и на которую за все время было выделено аж 500 тысяч рублей и все я сверху когда я пишу туда письма отвечаю она не достаточно обоснованно вы обоснуйте на 500 тысяч рублей мы на эти деньги только естественно на модельном эксперименте на модельном рабочем теле свинце смогли провести только один эксперимент причем получили принципиальный результат там не будет радиоактивных отходов но когда американцы проверили военное приложение сразу все работы запретили богомолова убили автора ускорителя волкова убили который с нами работал массажа убили а мне легкие испортили но что-то вот не добивают игорь николаевич а как вы думаете вот эта цифровизация которая сейчас есть она вот в каком направлении это хороший инструмент вообще если в хороших руках или все таки это плохое инструмент вот как вы думаете все надо оценивать исходя из фундаментальной аксиомы сказано во имя отца сына и святого духа это фундаментальная аксиома мироздания на современном языке у меня конечно это написано это звучит так что в основании мира лежит индивидуальный разум групповой разум и источник всего иррационально так вот развитие группового разума строго детерминировано должно быть законами мироздания а индивидуальный разум поскольку он является инструментом поиска новых решений он подчиняется законам случая потому что неизвестно кто обнаружит какое-то новое явление на основании которого начнется развитие я часто привожу простой пример относительно слуги Фарадея который по факту открыл электродинамику когда все 30 лет переставляли магниты и проводники и ничего не видели и только слуга Фарадея ткнул его носом то что стрелка дергается тогда когда он перемещает магнит относительно проводника это то есть индивидуальный разум случаем поэтому супровизация то есть создание детерминированных программ относительно поведения кому сколько направить на обеспечение какие ресурсы люди будут работать уже в коллективах каждый коллектив будет выполнять определенную задачу оно строго детерминированное лучше всего эти программы естественно считает компьютер а вот поведение отдельного человека детерминироваться не должно никак и поэтому никакой цифровизации относительно индивидуальной личности быть не должно и как это остановить чтобы этого не было ну я сказал иудеев либо с метелкой на улицу либо к стенке один путь других путей нет ну вообще вот так вот сейчас такой период переломный шансы есть такие чтобы наладить гармонию ну естественно ответ предопределен поскольку основной я еще раз повторяю это развитие разума мир создан был разумом потенциал человечества должен достичь потенциала бога отца в наших руках просто мы только мы крови за это прольем чем больше будет дури тем больше крови пролез чем позднее тем сильнее больше будет кровь литься потому что вот сейчас в Европе началось уже перекрывают дороги а завтра будет еще цены выше они пойдут резать тех которые сидят в замках как обычно чем больше дури тем больше крови а ответ предопределен поэтому надо включать мозги чем раньше мы их включим чем без болезни и эффективнее будет переход вот конкретные действия у людей какие должны быть сегодня? требовать развития новой энергетики и это автоматически приведет ко всему тому что надо поскольку элитарный запад при этом будет ликвидирован то есть прямые войны я тысячу раз уже говорил с бросанием ядерных боеголовок не будет потому что в первую очередь поражаются будут поражаться военно-политические центры я всегда цитирую на эту тему Великий Маршал сказал что открыть огонь и закрыть порчки а если Великий Маршал не может закрыть по его приказу закрыть порчки то он никогда не отдаст этого приказа поэтому все перешло к воинам вот таким авианосец ходит в Красное море бомбит все высаживается морская пехота и отрезает кардафи и этому врачу который был головы и устраивает там всемирный бардак а если будет новая энергетика ее военные приложения обнуляют авианосный плод штатов и все и авианосец даже от берегов штат не отойдет потому что им это Мексики, Куби не понравится летит просто самолет один импульс в сотой доли секунды и реактор на авианосце расплавился вот все и элитарных государств нет все крайне просто поэтому нам и запрещают работать поэтому инициаторов этой работы в большинстве уже уничтожили это все иудеи делают по власти сейчас везде иудеи сидят Игорь Николаевич вот скажите пожалуйста вот обычные люди их миллионы, миллиарды допустим все хотят все хотят помочь вам физику, ядерщику который разбирается в этом вопросе чтобы вы смогли переломить бюрократию бюрократию и чтобы занялись люди действительно тем о чем вы говорите что конкретно каждый человек может сделать вот конкретно каждый человек мы же в интернете сидим что люди могут сделать вот я не физик, я не ядерщик я в этом не разбираюсь вот мне что надо сделать я знаю что вы правы ну что мне конкретно надо сделать вот мы как-то собирались письмо написать письмо допустим еще что нужно сделать Ничего пока больше не делать. Надо писать массу писем и требовать проведения экспертизы. Причем, чтобы дискуссия была там, транслировалась везде, чтобы ее видели. Чтобы присутствовали я, представители Академии наук, Росатома и Министерство энергетики. И я гарантирую, что я им там всем пасты заткну на пятой минуте. Вот все. Требуют проведения такой экспертизы. Почему они не хотят со мной встречаться в 30 лет? Потому что они выполняют указания иудеев из Соединенных Штатов. Вот все. Все просто на самом деле. А нам требуют... Почему мы обсуждаем везде? Вот сейчас предвыборная кампания. Никто... Ни один кандидат в президенты даже вопрос такого не поставит. Как будем решать энергетическую проблему? Есть предложения. Давайте их обсудим. Научные дискуссии. Причем с трансляцией. Почему этого не делают? Потому что знают ответ. Я их там всех удавлю. Вот в этой ситуации, когда вот они не хотят, как же быть тогда? Я сказал. Требовать от своих депутатов. Требовать от правительства. Требовать от президента. Важнейшая проблема, сегодня все понимают, это энергетика. Давайте по энергетике проведем дискуссию. Сегодня есть направление современной ядерной технологии. Там говорят о БРИДах. Есть Тормояд и есть ЯРТ. Посадите представителей этих направлений и давайте обсудим. Давайте это письмо мы все подпишем. Давайте образец. Можете дать образец письма? Ну, естественно, завтра с утра пришел. Давайте все будем рады подписать. Давайте. Пишите как можно больше. И заставляйте такую дискуссию провести. Я же не говорю просто. Я понимаю, что наверху сидят люди, которые ничего не понимают. Ну, проведите дискуссию. Заставьте. Вот Путин проводит, например, дискуссии по разным вопросам. Пускай представители вот этих трех направлений энергетических соберет и в открытом эфире мы такую дискуссию проведем. Ну, все. Может, надо найти депутата какого-нибудь, ему предложить вот такую миссию, и он там как-то начнет это продвигать, может быть? Да это я. Меня же в конце нулевых годов поддерживали все. Генеральный штаб, Зюганов. Письмо Жириновского у вас есть, насколько я понимаю. Вот его демонстрировать людям. Там все написано. Миронов меня поддерживал и проводил беспрерывно. Но когда прошел американский контракт, было показано, что при этом штаты обнуляются, то все было запрещено. Инстудия был замначальника директора по науке. Закрыли. Это единственный инстуд, который занимался этим нужным делом, новой энергетикой. И там устроили отель. Все могут посмотреть. Это от метро войска недалеко. Как там эта улица называется? Ну, арт-отель Москва, короче, легко в интернете найти. Там сейчас арт-отель. В моем кабинете люкс-номер. Почему они закрыли? Тот, который единственный в стране занимался этим важнейшим делом. Это сделал Кириенко. Он был министром. Все же просто на самом деле. Иудеи борются против того будущего, в которое человечество должно вступить. Вот все. Когда вы говорите иудеи, что вы имеете в виду? Ну, я тысячу раз сказал. Те, которые избрали царя земного, то есть деньги. Это, да, которые настроены на деньги. Да, на первичность денег, на выгоду. Забывая о человечности. Это же не я сказал. Это сказал вы это. Ну, да, либо вы служите Богу, либо в пневмонии, да. И Христос из храма выгнал продающих и покупающих. А сейчас надо из храма под названием «Земля всех выгнать». А вообще без денег может быть такое общество? Вообще без денег, дети. А? Я задаю такое с полуюмором. Но вообще, может быть, это не юмор. Без денег люди могут жить? Ну, естественно. А как вот эта модель вот такая может быть? Ну, как же, я уже тысячу раз объяснял. Люди живут в коллективах. Коллектив их полностью обеспечивает. Зачем мне самому, вот сейчас я вынужден и белье стирать, и за больной женой ухаживать, и уборки делать, и мировыми проблемами заниматься. Зачем это нужно? Каждый человек должен делать то, что он сделал. У нас когда-нибудь на земном шаре, в каком-то обществе было такое, чтобы прецедент такой был, без денег люди жили, когда-то в истории. Чтобы мы могли на него опереться, чтобы понять. Вот мне непонятно, как без денег жить. Все-таки это есть какая-то мера отношения к чему-то, к продукту, к товару, к картине, купить картину. Все хотят эту картину, но один даст больше за нее, другой меньше даст за нее. Это мера отношения. Как вот, например, до меня не доходит. Я же не физик, я художник и писатель, и врач. Я просто не понимаю, в обществе когда-либо, на планете Земля, в каком-то периоде истории, можете такое привести, пример, когда люди жили без денег? Ну, вроде бога, есть. А вот это, в Израиле, там есть кибуца. На территории кибуца все живут без денег. Что тебе надо? Хочешь поел, хочешь спортом занимать, хочешь чего. Там, если в город, либо на своей машине, там они стоят, личных машин нет. Садись в свободную, ешь. Либо, если там нужна транспорт, тогда тебе дают немного денег. Вот так они на территории достаточно больших живут абсолютно без денег. Зачем мне деньги нужны? Если меня, мой коллектив, в котором я работаю, все обеспечивает. Зачем они мне нужны? Скажите, пожалуйста, вот внедрять, допустим, ваши технологии, как изменится мир? Ну как, очень просто. Сначала будут ликвидированы страны, которые эксплуатируют другие, то есть западные. Ну, сейчас уже по факту идет их ликвидация, они дождались этого момента, их будут кровавым путем ликвидировать. А создание новых элит будет тормозиться вот новой энергетикой, поскольку новые элиты не смогут удержать, они только с помощью силы это могут делать, а новая энергетика не даст возможности применять силу. Вот все. Все просто. Запад не захотел вовремя включиться в эту программу, хотя мы давно вели переговоры и с американцами, и с европейцами. Мне вон в Швейцарии беспрерывно звонят. Они не захотели. Вот сейчас будут сидеть без энергетики и режать друг друга, и мигранты их будут режать. Я всегда говорил, чем больше затянете, тем больше кровью прольете. Вот они это уже выпрошили. Да, интересно. Это крайне просто все. Чем больше дури, ответ предопределен, я говорю. Потому что основа это развитие разума. Это как не пыркайтесь, а разум будет развиваться. Но чем больше дури, тем более кровавый переход на этот путь. Потому что сейчас поиски должны быть в рациональной сфере. Какие деньги? Нормальному человеку деньги не нужны. Ему нужно, чтобы как можно меньше было этих хлопот. А нужно, чтобы он делал просто то, что он умеет лучше других. Я всегда привожу пример. У меня лаборатория была для премии, когда давали, зарплату я не мог там как-то раздавать. А премии я всегда отдавал и говорю, как поделите, принесете, так я передам наверх. В первое время были там драки. А потом коллектив уже знает все, как вы работаете, воруете вы или нет. Если воруете, вам сразу стримком подзар. Если блефуете или не работаете, то же самое. Поэтому все работали. У меня лаборатория была, я внутри даже не смотрел. Никаких проблем не было. Работали прекрасно, я только во внешних сперах драл-то. А внутри абсолютно. Женя Курочкин, начальник центра у меня был, когда умирал, сказал, как жили, как работали, вспомнишь, плакать хочется. Это вот когда человек чуть-чуть еще был освобожден от денежной зависимости. Выгирать из другого. А если это во всемирном масштабе сделал, то это будет вообще идеально. Зачем человеку деньги? Мешок набивать? Игорь Николаевич, ну как вы думаете, вот в эволюции развития человека и общества, почему мы застряли все-таки на этих деньгах, и почему все-таки такое сопротивление бюрократии и власть имущих? Нет, но застряли, потому что на первом этапе материалистического развития деньги были рентабельны, богатые, вернее, были рентабельны, потому что развитие происходило за счет того, что богатый стремился пересесть в лошади, в автомобиль, в самолет и так далее. А сейчас основа материального мира поздна, там ничего уже нового нет. Раньше миллионерами становились все, которые создавали новые технологии, улучшающие жизнь. А сейчас кто? Тик-топ. Всякое вот это, где люди языком, как они называются, я не помню. А толку вот этого никакого. Откройте, о чем там пишут. Ужас сплошной. Сейчас это уже ничего не дает с точки зрения развития и улучшения в жизни человека. Поэтому это надо прекращать. Игорь Николаевич, а вы можете вот хотя бы в двух словах еще рассказать, чем отличаются вот эти технологии ядерные, вот эти ЯРТ, от обычных реакторов современных. Вот чтобы все подписчики, которые смотрят, чтобы они поняли технологии. В двух словах крайне просто. В обычных реакторах происходит деление урана-235, либо плутония. За счет того, что при делении ядра образуется один нейтрон, производит деление, образуется их два. И у новых нейтронов, которые появились, достаточной энергии, чтобы снова провести деление. Это так называемая степная ядерная авиация. Но урана-235 мало, как я впервые говорил. Он дан для освоения космоса. Я это еще раз тоже говорил. Поэтому надо делить напрямую уран-238 метролий. А их можно делить только высокоэнергетическими нейтронами с большой энергией. А их можно получить только в ядерном таскаде, когда высокоэнергетическая заряженная частица содержит действие в веществе, как она из ядер вышибает нейтроны, которые имеют достаточно высокую энергию. И эти нейтроны делятся непосредственно уран-235. Причем при этом не создается ядерных отходов активных. И кроме того, производится деление ядер урана-238 метролий, в которых сосредоточено примерно 90% всех энергетических присутствований Земли. Мы сразу получим в руки вместо 10%, которые кончают, 90%. То есть в 9 раз примерно увеличим то, что у нас было. И этого хватит на этот век для того, чтобы освоить космические технологии и всю промышленность и энергетику перевести в космос. А для этого нельзя сжигать уран-235, потому что это ядерные двигатели. Поэтому программа «Гор Черномырдин», по которой мы уран-235 плавляли в Штаты и плавляем, и на Украину, кстати. Это преступление перед человечеством. Не просто преступление, а преступление перед человечеством и его разумом. Вот каждый раз, когда создается новое изобретение, оно всегда вступает в конфликт с инфраструктурой, которая уже выстроена. Потому что... Да ничего подобного. Когда технологическое развитие было рентабельным, как только вместо свечки лампочку зажги, все вытаривши в глаза помчались, делают лампочки. И когда изобрели автомобили вместо лошадей, все бегом отправились туда. Когда самолеты первые появились, сколько было создано сразу авиационных АКБ? Это море! Это дикое заблуждение. Это когда было рентабельно, то... А когда началась дурь, то есть ТикТок, либо Телеграм, тут, конечно. Потому что хрен редкий не слазит, а хочется удержаться у себя. А когда вы истинно новую жизнь расшизовали, все бегом бежали. Богатые, в первую очередь. Потому что они могли платить. Когда узнали, что в доме может быть не свечка гореть, а лампочки, то он будет противиться. Ну как же, Эдисон тогда был в конфликте с этим, который Эдисон? Потому что надо было определить на последний ток. В отношении Эдисона много сказок. Ничего, что он там говорил, ничего не подтвердилось. А до сих пор продолжают говорить, что чего-то там не делают, что он предложил. Что он предложил, чтобы можно было сделать? Он еще лампочку предложил? Что он предложил? Нет, я не знаю деталей, я сейчас не об этом. Я говорю... А, в этом все и дело. Вот есть инфраструктура, которая уже готова. И вот новое изобретение какое-то ломает устоявшиеся отношения в социуме, в производстве и так далее. Я еще раз говорю. Вот вы, богатый человек в 19 веке. Ездите на лошади. А мимо вас сосед проехал на автомобиле. Вы будете тормозить развитие автомобиля? Было такое. И помните себя лошадей? Было такое. Журналисты писали, что вот этот автомобиль задавил человека. Как же прогресс и как раз-таки тормоза прогресса всегда существуют? Да нет, психи всегда могут появиться. Но в подавляющем большинстве все, конечно, стремились к более удобной жизни. Да, но поэтому нужно было время какое-то. Вот сейчас наступил тот момент. Да нет. Время определялось лишь скоростью создания этой технологии. А так-то люди сразу пересаживают. Как только автомобили появились, все туда полезли. А может, дело в том, что в автомобилях легче разобраться, чем в атомных процессах? Может, поэтому миллиарды людей просто не могут сразу понять, о чем речь? да, 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 да. Да, да, да. Да, да, да. Что-то автомобилю легче было понять. Я же, я же, я же, я сказал, элита, то есть Соединенные Штаты, нам дали специально 70 миллионов долларов на проверку военных приложений и убедились в том, что авианосный флот обнуляется. После этого запретили. Если бы этого не было, они бы нам дали энергетику, как на военные приложили, и мы бы давно ее сделали. вот поэтому у меня и такой закономерный вопрос. Если идет такая вот на таком уровне, где военные, где там ну вот такой уровень решения вопросов, а что обычно люди могут сделать? Вот нас миллиарды, вот чем мы можем этому помочь в этом прогрессе? А я сказал уже несколько раз требовать от правительства и руководства страны проведение экспертизы трех основных энергетических направлений сегодня. Это Росатомовская, термояд и ядерно-эктивистские технологии, причем публичного обсуждения. Вы считаете, что энергетику надо в космос переносить, да? Ну, естественно, потому что максимально Земля выделивает, как показано, с точки зрения экологии, а даже они энергетики. 9 миллиардов человек. Сейчас же не только энергетический дефицит, но и начались экологические проблемы. 8 миллиардов мы уже прошли, а максимум это давно посчитано, копиться об этом писал, 9 миллиардов. А после этого промышленность и энергетику надо переносить в космос. Все просчитано давным-давно, но это никто не оглашает, потому с нормальным людям дорога на телевидении закрыта. А я бы все это мог рассказать и показать детально. В советское время все это было просчитано. Спасибо, Игорь Николаевич. Вы можете нам дать это письмо, которое мы все должны подписать? Ну, конечно, завтра скину. Мы ждем. Спасибо вам. Спасибо. Обнимаю. Здоровья вам. До встречи. До встречи. До встречи.